Всем привет! Это новый выпуск шоу Предельник. Сегодня у нас с вами в гостях Вячеслав Митько. Слава! Да, привет! Как рассказывает сам Владимир, он настолько профи, что однажды сделал кальян на воде, и пока донес его до комнаты, кальян стал уже на вине. Блять, шланг постоянно падает. Шланг постоянно падает. Именно эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. Я тебя уебу сейчас. Одно из первых видео вот этого роскошного парня, который репостит паблик на 3 миллиона человек. Знаете, что он с этим делает? Он отправляет жалобу на это видео. Да. Почему? И видео убрали с этого паблика. Все мечтают, чтобы это произошло. На старте карьеры ты забанил свою роль. Я просто испугался. Потому что я на тот момент журналист на «Россия-1». И я думаю, не, 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 все, меня убьют. Ну, меня уволят. Я что-то такой. Да. И только потом, спустя буквально, там, не знаю, месяца два, опять куда-то там репостнулось, что-то, что-то. Это «Птенцов» уже, наверное, было, да? А, да, да, да. То есть первый был не «Птенцов». «Птенцов» 15 миллионов, а это другой. Да, 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 да. Короче, произошла такая ситуация в ГТРК, группа в WhatsApp. И туда прям кидают мое видео кто-то. И кидает, типа, там, ну, группа такая, что, типа, много людей из разных городов, ну, старые сотрудники. И какой-то чувак, который из Москвы, он меня даже не знает, он кидает это в группу и говорит, смотрите, какой журналист смешной. И я такой, ну, все, типа, уже, что. И на следующий день прихожу, и директор мне такой, красавчик, вообще красавчик, это смешно прям. И все, ничего мне не было. Почему все журналисты говорят одним и тем же голосом, ну, или интонацией? Ну, вообще, как бы изначально, когда я пришел в ГТРК работать, я говорил там какой-то обычной интонацией, и меня прям подошла там журналистка, сказала, Слава, ты неправильно делаешь. Смотри, ты должен набирать живот воздуха и говорить диафрагмой вот так вот, и потренируйся. И все, я вот так выходил, тренировался, и у меня получилась та интонация, с которой я говорю в выпуск. Ты в шоу «Воле»? Угу. Скажите, пожалуйста, где вы поставили зубы? Мне? Ставили в Москве. То, что вам ставили в Москве, это очевидно, зубы откуда? Реально, пошел ты на... Каким образом тебя туда позвали? Мне пишут просто в телеграме. Здравствуйте, хотим пригласить вас в ТНТ, на ТНТ в какое-то шоу, в какое-то, не говорят в какое. Приезжайте, поговорим. А я как бы, ну, я в Магадане, а это в Москве. Но так получилось, что меня позвали на интервью в это время в Москву. И я такой, прикольно совпадает. Вот, прилетаю на ТНТ, и мне там говорят, типа, ну, типа, я говорю, вот только с Магадана, с самолета. Они, ты что, из-за нас прилетел? Надо было написать. Я говорю, да нет, на интервью они испугались. Вот, и там только мне сказали, что это шоу «Воле». Но они мне говорят, смотри, короче, такая история, главный продюсер шоу «Воле», вот есть там креативный, еще кто-то есть, прям самый-самый главный, он, короче, фанат России 23. И он хочет, чтобы ты вот был с какими-то репортажами. Но у них не было идеи. Ты даже не знаешь, кто этот продюсер? Я его встретил один раз на ТНТ в жизни. Ну, типа, он такой, о, привет, там мы пообщались, что-то, но я так по именам не запомнил. Он мне звонил один раз. Что говорили? Приятная зарплата? На Ютубе намного больше я зарабатываю. Ну, то есть, это скорее больше для души, для себя. Ну, прикольно, со звездами работа мне нравится. Ну, как обычно, телек, это, я говорю, людям со стороны кажется, что там миллионы. На самом деле, телек – это платформа, чтобы ты стал там, условно, известным, популярным. Миллионы ты зарабатываешь уже в другом месте. Да, да. Как именно? Просто, вот, давай ты будешь что-то делать. Мы можем дать тебе звезд. Давай попробуем там, типа, звезды живут в параллельной вселенной, в которой они обычные люди. И ты снимаешь про них репортажи. Ну, к примеру. Какие-то вот такие идеи накидывают. И я еду. Ну, я такой, да, хорошо, я подумаю. Еду в такси, такой, думаю, ну, это ж какая-то хрень. И я, короче, ну, пишу, типа, ладно. Я подумаю, проходит месяца два, и в Магадан с гастролями приезжает Бибришвили. Едет. И я пишу в шоу «Воле», типа, ребят, слушайте, а вот сейчас Бибришвили приедет, давайте я сниму про него репортаж какой-нибудь. Они, да, давай. Все, согласовывают все это с Бибром. Причем не было какой-то идеи, как это будет, что это будет, просто какой-то репортаж. Я кидаю Бибришвили, а, мне пишут, типа, скинь ему сценарий обязательно, вот сегодня летит. Я ему кидаю сценарий перед самолетом в Хабаровск, он вот с Хабаровска в Магадан летит. И он прям перед самолетом такой пишет мне, это полное говно, приеду, будем переписывать. Я думаю, да ты же чушь несешь. И он такой, да ладно, я шучу, все нормально, офигенно, все снимаем. Короче, он прилетает, и мы прям сходу снимаем, вот как есть. Я кидаю на ТНТ, причем мне сказали, типа, мы снимем пробный выпуск, покажем Паше воле, если он одобрит, то тогда уже будешь снимать для шоу. И они говорят, первый выпуск сразу в эфир, все круто, будет рубрика называться «Гастролинг», это они придумали название. Все, будешь на гастроли летать со звездами. Это Андрей Биборишвили, легенда российского стендапа. За талант среди комиков парня уже называют вторым Сергеичем, ведь он тоже кропотливо трясется над каждой шуткой. Это согласованная съемка или что? Сейчас российский Эдди Мерфи находится в самом масштабном мировом турне по России. После прибытия в очередной город, стендапер традиционно прорывается к автомобилю через толпу фанатов. Благодарю за помощь в съемке ресторан-особняк на Патриарших «Уника» с тремя стильными залами для проведения мероприятий. Кстати, давайте расставим точки над «и». Многие задают этот вопрос. Владимир – реальный брат. Реальный брат. Реальный брат, чтобы никто ничего не думал. Родной брат, младший. Двоюродный. Двоюродный? На пару лет он младше тебя, да? Да. На три года. Так. А у тебя родные братья-сестры? Сестра есть. Младшая? Да. Шесть лет родится. Она, кстати, в некоторых выпусках «России-23» есть, когда там ходит в тусовки. Будет ли ремонт когда-нибудь в квартире, если да, то когда? Короче, ремонт, я уже говорил где-то в интервью, что это не прикол. Он реально его не делает. У него бывают деньги. Я не знаю, на что он их тратит. Он не делает ремонт. Это чисто его вина. И я надеюсь, что он нет. Нет такого мышления, типа он там, если я сделаю ремонт, то потеряется вайп. Нет. Он просто придурок. Он реально хочет его сделать. В смысле, и часто мне рассказывает. Все, короче. Я тебе отвечаю. Вот в декабре уже я загоняю типов. Они мне заливают пол. Что-то там, что-то там. И в итоге такой, да что-то не получилось там. И все. А чем вы занимались до того, как стать популярными в рамках канала «России-23»? Слушай, ну я был журналистом. Потом, ну и занимался КВНом. Ну, из журналистики я ушел, потому что КВНом занимался. Из-за того, что я ездил на КВН. У меня маленькая зарплата была. И я ушел на другую работу. Москва, зацени мой рэпчик. Лирика. Слава здесь. Йо-йо. Тоже здесь. Поехали. Я в молодежном центре работал. Занимался творчеством мероприятий. Так и самая фишка, что я, ну, уйдя из журналистики, я любил эту работу. Мне нравилась журналистика. Но из-за того, что маленькая зарплата, просто нельзя было. И даже, ну, уже когда работал в молодежном центре, моя жена оставалась журналисткой. И я так или иначе приходил туда, может, какой-то репортажик мог сделать, еще что-то. И в момент, когда произошел ковид, молодежный центр закрыли на локдаун. Все, две недели, и я пошел на эти две недели поработать в ГТРК. Опять же, там, ну, когда локдаун или какое-то ЧП, работают только медики, полицейские и журналисты. Вот, и журналисты продолжали работать. И я пошел, и там было запрещено ходить с камерой, куда-то выходить со студии. Все репортажи делались на месте. И все, ну, как вот, например, у меня был репортаж про то, как учатся дети и вообще студенты в период ковида. И я созвонился, все по телефонам. То есть я заставил там человека снять, как он там учится, как он там что-то пишет на телефон. Ректора там местного университета интервью записать мне на телефон. И все, все было на телефон, и сам я что-то снял на телефон. И в итоге этот репортаж я выпускаю, его берет Федеральная Россия 24. И я такой, блин. И в этот момент я подумал, типа, репортажи на телефон смотрятся круто на телевизоре. Ну, нормально, в смысле, нет никакой разницы. И поехал на телефон, снял брата. Вот этот первый репортаж. Я серьезно тебе говорю. Недовольство Владимира при виде камеры можно понять. Парень третью неделю находится на самоизоляции. Сам Владимир комментирует сложившуюся ситуацию с нежеланием. Это ебесно. Период пандемии для Владимира сложился не худшим образом. Парень не проводит время в одиночестве. С ним живет его брат Вячеслав. Одинаковый был, боев. И, короче, до миллиона подписчиков я снимал на телефон. Всегда. У меня была одна петличка за 100 рублей. Алиэкспресс. С Алиэкспресса, да. Я ее засовывал под мякушку микрофона и, типа, писал. Смешная, кстати, история, да. Как можно за 100 рублей с телефоном в Магадане. Ну, на самом деле, кстати, я бы даже, наверное, не переходил бы на камеру. Ну, может, когда-то перешел бы. Просто, короче, когда большие длинные видео, ну, там уже 15-12 минут, и видео с камеры, с телефона, оно в Адобе, в премьере все просто тупит. Невозможно монтировать, никакой комп не выведет. Потому что, я не знаю, там, видимо, кодеки разные какие-то. Ну, телефоновское, айфоновское видео, оно плохо. Владимир чем занимался до того, как на видео попасть? Он был грузчиком, да, 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 это все, да. Он работал грузчиком до этого на колбасной фабрике. И тут все, в принципе. А, ну, в магазине дисков, да. Про магазин дисков смешная история. Он там что-то, а, продал, но не пробил чек, что-то там вернули. Он там попался, не попался. Смешно. Обычный, короче, обычный парень работал грузчиком. Все, вот, пожалуйста, приехали. Сейчас же он же перестал работать грузчиком. Ни кем, он не работает уже года три, наверное. Благодаря, я так понимаю, тому, что ты делишься с ним доходами? Ты просто какая-то жар-птица для него. Да, да, да. Офигеть. Слушай, а как у вас родители вообще относятся к этому? Слушай, нормально, кстати, все смотрят, смеются вообще. У меня вот папа, допустим, папа сейчас в больнице на операции в Барнауле. И его по фамилии узнали, и мне прям написал парень вот в ВКонтакте, типа, я оперировал твоего папу сегодня. Там вот, я такой, ну, спасибо, там. Хочешь сюжет? Ну, типа, там, так. Нормально, им это, наоборот, в плюс даже. Просто там достаточно много нецензурной лексики у вас. Я к тому, что... Ну, да. Ну, слушай, ну, нормально все, там, с ней, у нас нет. И родители Вовы, я так понимаю, там же кто? Дядя, тетя твоя? Ну, сестра моего папы. Твоя тетя? Моя тетя. Все спокойно, все нормально. Почему брат именно черт? Откуда это вылезло? И почему так педалируется тема? Это Владимир, легендарная чертовозка, или, как его называют в народе, чертовозбуханка, которая неоднократно выставлялась нашей съемочной группой на продажу. Ну, слушай, на самом деле, это была просто придуманная на ходу шутка первая. Там это было выпуск, что-то там утро началось не с кофе. Там, типа, коротенькое видео о том, что Владимир всю ночь что-то пил, там, тусовался, а я не мог уснуть из-за этого. И там, как бы, ночь, он лежит на кровати, спит, и я ночью иду такой, перед нами типичный черт. Это там, и все. И после этого эта шутка завирусилась у меня как-то. Ну, даже нет, она не стала популярной. Она стала смешной лично для меня. И я с этого дико смеялся, что это черт. И я постоянно начал это, как бы, рефренить, повторять, повторять, и все. И она так уже... Ну, а потом уже в народ ушло, там, что черт. Да, она стала таким триггером, якорем. Черт, черт, все, это туда. Впервые мемом она стала для меня лично, а потом уже для людей. Соответственно, смотри, у тебя, наоборот, Реноме красавчик. Это, опять же, твои какие-то приколы внутренние? Да, это я просто тоже, это в каком-то я выпуске однажды придумал. Тут тоже та же история. То есть я что-то придумал, пошутил. Мне самому было смешно с этого, и я это решил повторять. Ну, а потом уже... Не, опять же, да, наверное, еще играет роль мнение людей. То есть я, ну, пошутил, вроде, ну, шутка такая, типа, красивый, там, все. А потом в комментариях кто-то там все это повторяет. Я думаю, ну, это уже прикол, раз все повторяют. И продолжаю его рефренить из-за этого. Негатива не вызывает самолюбование, типа, твое? Да нет. Зрители. Все понимают, что это все равно как-то такое. Многие, наоборот, когда меня встречают, говорят, о, Брэд Питт, ой, Вячеслав, там. И все, и все так делают. Слушай, я, вот сейчас в Лиге городов будет выпуск, там, получается, ну, там, наставники все нажали кнопки, я выбрал Батурдинова, и он выбегает на сцену и говорит, там, типа, о, Брэд Питт, ой, Вячеслав. А кого бы ты хотел в качестве героя, с кем бы ты хотел поговорить вот в рамках России 23? Еще раз, это не обязательно должен быть кто-то из юмора. Просто вот сделать такие сюжеты, но может быть с кем-то серьезным. Я особенно на фоне последнего громкого интервью политического, вот, набравшего там миллиарды просмотров. Ты имеешь в виду, ну, короче, какую-то медийную личность, кого бы, да, снял. Причем, под словом медийный, я имею в виду и политика, там, экономиста, социолога, неважно, кого-то. Слушай, никогда об этом не думал. А. Вообще никогда. Ну, конечно, нет, ну, для меня важно, чтобы про человека было максимально много тем для юмора. Чем больше тем для юмора про человека, тем круче мне будет писать сценарий. И, ну, да. Блин, я думаю, как бы сильно зашло, если бы ты это сделал с каким-то Байденом. Да, да, да. Что-то такое, ну, типа, какой-нибудь президент, допустим. Не, ну, вообще, у меня есть маленькая мечта. Ты же представляешь этот кадр? Это Владимир. Это было очень смешно. Ты участвуешь в проекте Лига городов. Во-первых, как ты туда попал? Телеканал ТНТ утверждает, что Лига городов делает новых звезд ТНТ. Однако, что делать с теми, кого вы не доделали ранее? Это произошло случайно. Я, ну, в целом, люблю КВН. Ну, вообще, занимался КВНом 10 лет. Поэтому я до сих пор приезжаю на фестиваль КВН. Просто так. И я считаю, что любой КВНщик, который приехал на фестиваль, должен выступить. Хоть с чем-то. И вот в прошлом году я выступал по приколу. Смешно выступили там. Даже во второй тур прошли зачем-то. Ну, там, типа, без выступления. Вот. И в этом году сделали то же самое. Выступили по приколу. Но в этом году был отбор в Лигу городов еще. И там продюсеры, они там плюс-минус еще из шоу Волли примерно одинаковые. И нас позвали на разговор. Ну, а со мной выступали ребята, которые, там, мои друзья с Магадана, КВНщики старые. И они прям загорелись этой идеей. Типа, давай, круто, круто. Мы пришли на разговор, нам сказали, типа, вот, ребята, хотим вас в Лигу городов. Вам это интересно? И я такой, ну, смотрю на пацанов. И такой, да, интересно. На самом деле, конечно, у меня очень много работы, мне очень тяжело было. Ну, я понимал, что, окей, во-первых, фестиваль в Сочи продлится уже на 10 дней больше. Это еще в Москве мы тут сидели, снимались, снимались. Потом еще я приезжаю домой, следующая съемка уже через две недели лететь обратно. А у меня и Россия-23, контракты там какие-то, шоу Волли, все-все-все-все. А контракты что ты имеешь в виду? Ну, рекламные. Рекламные контракты под Россию-23. Да. А они подразумевают какую-то периодичность? Есть. И, наверное, еще количество просмотров? У тебя какие? У тебя периодичность, да? У меня периодичность. Угу. Ага, и, соответственно, тебе надо по-любому снимать Россию-23, по-любому снимать гастролинг. Да, ну, гастролинг, окей, мне повезло, что продюсеры одни, и там договорились. Ну, то есть, меня от гастролинга немножко... Но при этом, опять же, я сейчас, заканчивается Лига Городов 3 марта, я сразу лечу на фестиваль молодежи в Сочи, сразу же. Там снимаю кого-то, не знаю кого, оттуда я лечу уже 9 марта, но это все равно никакой не спойлер. 9 марта я снимаю Короля и Шута уже в Москве. Все плотно очень. И я не знаю, если мы сейчас пройдем в Лиге Городов, может я там опять лететь и писать. И вообще, знаете, вот честно, я когда пришел на Лигу Городов, и вот редактура, мне опять шутки вырезают. Я такой, да блин, я ж только вот начал жить, начал писать шутки, мне никто их не вырезал. В России 23 шучу, как хочу вообще. А тут мне опять говорят, вот, давай подумаем тут, вот тут перепиши. Слушай, а давай сравним. Просится же. КВН, Лига Городов. Слушай, ну, на самом деле, в принципе, ну типа с точки зрения выступлений там и так далее, юмора там, материала, понятное дело, что на ТНТ более расширены границы. Можно больше сказать, больше каких-то, ну таких, может грубых темств, еще чего-то такого. Но глобальная разница в организации, это прям небо и земля. Ну типа, смотрите, в Лиге Городов у тебя полностью оплачено проживание и питание полностью, чего в КВН нет никогда. А перелеты? Перелеты по договоренности могут оплатить, но в данный момент, короче, не оплачивают, не знаю. Гримеры гримируют тебя постоянно. К нам приезжали барберы, которые нас стригли. В КВН вообще ничего нет. То есть в КВН ты просто сам себе... Там есть авторы. Ну, нам не давали авторов, но, насколько я знаю, у некоторых команд есть авторы. Вот сейчас в этой игре, во втором туре у нас уже есть авторы даже. То есть ребята нам пишут шутки какие-то еще, помимо того, что у нас есть. Они как-то дистанционно это делают? Да, да, да. Ну я с ними там созванивался и так далее. Там просто еще ребята, мои знакомые, они там, когда было распределение, они за меня там бились и меня выхватили, и получается, мне с ними удобно. Это сборная Тулы. Вот, это Крафти и его жена, и там все-все-все ребята, вот они пишут шутки. Молодцы, ребята, хорошо писали. Но первый раз не очень хорошо, второй раз хорошо. Я вот сбивал, я взял кое-что там, да. Так, давай, вот как с... Ну хотя, ладно. Я надеюсь, что ваша шутка про Светлакова дойдет до эфира. Вот сейчас еду в Лигу городов, прям отсюда. Если она дойдет, то круто. Если нет, то... В целом, ну, в Лиге городов все люди, все организаторы, они максимально заряжены на продукт. Они прям сильно, они тебя контролируют, везде водят. В КВН ты просто существуешь. Твоя задача прийти на редактуру и уйти с редактуры. Ну, то есть там единственный человек в КВН, который прям бьется за итоговый продукт, это Михаил Ярченко. Это режиссер высшей лиги, режиссер первой лиги, режиссер премьер лиги, насколько я знаю. Вот этот человек единственный, кто прям там до конца, он там гоняет, заставляет вас репетировать, с вами там ставит ваши выходы. Он очень крутой дядька. Михаил Ярченко, если ты видишь, это ты крутой. Вот. А в Лиге городов таких очень много. И они все заряжены и очень сильно стараются на итоговый продукт. Конечно, это проект совместный с КВНом, ТНТ и КВН, но, не знаю, короче, это очень крутый масштаб. А, кстати, а кто занимается режиссурой и постановкой в Лиге городов? Слушай, а тут... Я не знаю, кто там режиссер, кстати. Ну, видимо, там уже такие команды... Слушай, я не знаю, ну, не было такого человека, как Михаил Ярченко, не было в Лиге городов. Но этим всем занимаются продюсеры. Креативные они также и режиссеры, видимо. Может быть, нам просто не надо было это. Там же тоже, они же смотрят выступления. И кому надо, того представляют человека, он, видимо, помогает. Так и с авторами было в первом туре, насколько я знаю. Команды выступали на редактуре. И прям вот кто-то выступает там не очень. Там прям говорили, ребят, авторы там, возьмите вот их. Так как ты уже выступал на сцене Лиги городов, а ты мне можешь объяснить? Может быть, изнутри еще зная кухню. А почему у нас условная команда врачей выходит на сцену, дает плотничок шуток. Им потом говорят, нет, мы вас не берем. У них начинается диалог с жюри. Они там накидывают жюри прям как разминку, да, сход. И их не берут дальше. Зато дальше идет какая-то команда, они говорят, ой, это классно. А там плохо. Если было вот это, почему не было вот этого? Но было ощущение, что как будто не хватило. Вот вроде как бы так машина заводится и что-то не поехало. А представьте, Сергей, если вам врачи когда-нибудь скажут то же самое. Ой, хорошо. Слушай, я скажу так. Во-первых, все выпуски, которые вы видите по телевизору, они собраны из разных съемок. И такое может быть ощущение, что действительно команда хорошо выступила, команда плохо выступила. Но в том сравнительном ряду, который был на съемке, эта команда смотрелась неплохо на самом деле. Вот и вся ситуация. Ну, ну, хорошо. Слава, спрашивай, потому что был на съемке. Я тебе скажу так. Смотри, на нашей съемке 100%, мы были в самом последнем моторе, там очень много обсуждали врачей и хотели вернуть. Но не вернули. Я заметил вот эту тему, что они против концепции. Ну, прям, они не взяли ЧОП, не взяли врачей. Просто, хотя они смешно выступают, просто им почему-то не нравятся концепции. Возможно, может быть, это какой-то триггер для них, что это прям КВН. Ну, вот эти концепции, это прям вот попахивает КВНом. Есть такое. Я имею в виду, что на поверхности известных вам критериев, как участникам, что ребята, не приносите концепцию. Такого нет. Нет, конечно. Там вообще, вот, кстати, в Лиге городов в этом плане вообще свобода. Ну, не знаю. А, слушай, 10 лет в КВН-то играл. И вот у меня к тебе будет сюда парочку, может быть, острых вопросов, но надеюсь на твои, там, честные ответы. Во-первых, фестиваль КВН-Таврида. Вы жили в палатке. Это что-то вообще какие-то... До таких фестивалей я не попадал. Во-первых, как это выглядит, расскажи. Кто там еще с вами был? Там были чемодан, джентльмены, удачи были. Ну, это кого я помню. Там много было хороших команд. Северяне были. Гар Дмитриев был с Юрой. Да, Гар был Дмитриев с Юрой. Итак, вы живете в палатках? Это был вообще трэш, честно. Вот палатки... Короче, я прилетаю. Мы все летим на самолете с Магадана через Москву и на Тавриду. И получается, мы там с одним парнем не успели на самолет. Там у нас очень плотная пересадка, и мы полетели отдельно. Прилетаем позже всех. Ночь нас ведут двоих. Говорят, ну, ваши палатки заполнены, поэтому поселим вас в другую палатку. Открывается палатка, торчит из темноты три мужские пары ног. Из темноты просто. Я такой, типа, не. И пошел, просто взял спальник, пошел к своей команде. У их палатки просто рядом на улице лег. И я спал всю Тавриду на улице. Полностью всю Тавриду я спал на улице. И самый последний день мы выступаем. Все, выигрываем там какое-то, я не помню, то ли первое место, то ли что-то такое, мы там что-то выиграли. Все классно, идем такие, ура! И начинается жесткий ливень. Прям максимально сильный ливень. А я живу на улице, у меня чемодан на улице, у меня все на улице. И я прихожу, просто там все это хватаю, вскрываю какую-то палатку, а благо под конец люди чуть-чуть разъехались. Я какую-то палатку захватил, выкачал оттуда воду, поспал до утра. И потом у меня чемодан, он весил в два раза больше, потому что он мокрый полностью. А у меня еще в КВН-овской форме были такие ярко-красные штаны и белая футболка. Они смешались воедино. У меня стала красная футболка. Короче, ну, ужасно, ужасно, это очень трешово. А кормят вас какой-то армейской кухней. Ну, то есть просто реально люди из армии. В смысле у них там солдаты стоят, накидывают вам еду. А сколько дней это длится? Длилось это дней, наверное, десять, я не знаю. А мыться? Ну, там есть душ какой-то такой, типа, ну, там есть. Ненастоящий, типа, как называй, уличный душ, что-то такое. Холодный, но есть. Да, мыться можно. Но это прям вот жестко. Ну, если про еду, там еще были футкорты, можно было купить там какой-то хот-двук. Ну, это ладно парни, а там же девочки приезжают, это же КВН. Ну, нет. Ну, все ходили мыться в эти души, все нормально. В плане. Все были чистые. Ну, слушай, ну, насколько я знаю, насколько я знаю, вообще на Тавриде, типа, есть какие-то там номера и комнаты. Просто это фестиваль Тавриды, и там такой прикол. Типа, это пародия на... В Америке, знаешь? Бернинг Мэн? Бернинг Мэн, да. Это классно в 18 лет. Это весело, незабываемо, здорово. Тебе вплевать, я так думаю, там все гуляют вечером. Нет, там не продается алкоголь, там вообще ничего не было. Там единственное, продавался пиво, нулевка. И мы, кстати, вот в тот день, вот это промокшие все, под дождем, я купил картошку фри и нулевку, захватил какую-то эту палатку и сидел с парнем из команды, короче, мы с ним сидели, у нас мокрая картошка фри. Мы сами полностью мокрые, с этими нулевками такие, ура, за победу нашу. Мокрую картошку закусили. А вам даже не сделали банкет? Ничего? Ничего нет. Это же КВН. В Лиге городов, кстати, нет, тоже не было банкета в этот раз. Но говорят, что только в этот раз, вообще он бывает. Но я хочу отметить, в Лиге городов каждая съемка, вот вы едете на съемку, вам туда на съемку привезут еду. То есть они прям контролируют, чтобы все были сытые, все были загримированные, ваши костюмы гладят, вас там... Я приехал, ну я же не планировал выступать в Лиге городов. Я ехал на фестиваль в Сочи со своим костюмом из России 23. Просто думаю, выйду в нем, я честно, я за ним вообще не ухаживаю. Он у меня в кадре по пояс, мне вообще на него пофигу, я его надеваю только на съемку и снимаю. Ну и в нем дерусь с Владимиром часто. Поэтому у меня там какие-то эти пуговицы полуоторваны, еще что-то. А я на Лиге городов положил его, ну мне сказали, положи сюда свой костюм. Хорошо, ухожу, через 10 минут прихожу, он отглаженный, все пуговицы пришиты, он вообще идеальный. Я такой, оу, офигеть. А в КВН-е? Че? Мы все с тобой в шутку эту, из КВН-а, которую за кулисами говорили. Рассказываю история. А команда из Магадана никогда не играли на Первом канале. Но мы, магаданцы, как никто другие, умеем чего-то долго ждать. И вот вам подтверждение. Строительство очистных сооружений в Магадане выходит на финишную прямую, строительные работы на очистных сооружениях Магадана завершены. Очистные сооружения Магадана готовятся к тестовым испытаниям. Новые очистные сооружения в Магадане могут запустить раньше намеченного срока. В Магадане подходит к завершению строительства очистных сооружений. Очистные сооружения Магадана готовят к тестовому запуску. Его планируют на конец сентября. Новые очистные сооружения в Магадане планируют запустить в октябре. Запуск новых очистных в Магадане затягивается. и генеральный проектировщик не учил строительство дороги. Рассказываю история. После этого мы, собственно говоря, вылетаем из премьер-лиги. Ну, все, заканчивается наша карьера в премьер-лиге. Проходит сезон, и мы попадаем снова в премьер-лигу. Но уже нет иллюзионно, поэтому этой шутки никто не видел. В конце мы выходим и говорим. Значит, в прошлом сезоне мы уже играли в премьер-лиге, и вот, что на это сказал мэр Магадана. Наша команда «Велосипед» прорвалась в премьер-лигу, и я даже постараюсь 20 марта быть в Москве. А вот, что он сказал после выступления. Большое им спасибо, что они посмеялись. Если других шуток про Магадан нет, это не та тема, которая сегодня волнует всю Россию. Честно говоря, я не обидчивый человек. На самом деле выступления слабые. Несмотря на то, что он сказал, мы все равно считаем, что наш мэр – это хороший градоначальник. Он выступает за развитие инфраструктуры, за развитие города, за развитие туризма выступает. Но на самом деле выступление слабое, и это был разрыв. Мы ему, короче, отомстили. И вот тут вот зал просто «Молодцы!» Но это было прям мощно. И мы… Этого никто нигде не увидел, короче. Прямо вставили. Мы прям размотали, короче, его. Я там еще живу. Он на самом деле хороший мужчина. Он реально классный дядька. Вообще я ему респектую за все, что он делает. Молодец! Что тут скажешь? Но он очень сильно обиделся на «Честные», короче. Это же все из-за «Честных». Ты думаешь, почему он сказал? Конечно. Хотя в чем обида? Ну, наврали, что ли? Я один из этих репортажей снимал, которые там говорят. Ну, справедливо. Ваша команда и еще парочку команд хорошо выступают, например, выигрывают уже тавриду, все равно никуда дальше не проходят. Потому что оказывается, что в КВН еще нужно, чтобы был такой ангел-хранитель, защитник. Тот, кто в какой-то момент выйдет и будет продавливать решение о том, что вы пошли дальше. Давай чуть подробнее об этом. Это, да, распространенная тема в КВН. У большинства команд высшей лиги есть кураторы. Ну, какой-то человек, который за них там вручается и двигает их. И нам даже предлагали такие темы, но мы не брали никогда ничего такого. Не работали с авторами, не брали там никаких наставников, кураторов, которые за вас решают. Что это за кураторы? Кто это такие? Ну, слушай. Это в Амике кто-то или что? Или это просто знакомые люди? Это люди, в большинстве случаев кураторы — это редакторы. Ну, либо Владимир Тарарыкин, редактор высшей лиги на тот момент, он был куратором. Ну, слушай, ну, многих команд, я не знаю точно каких, но не помню, но он многие команды курировал. Что, кстати, было странно, что он был редактором и куратором. Ну, я... Это мешало многим командам высшей лиги, но это их истории, этих команд. А в плане? Ну, одна команда, моя дружеская, играла в финале высшей лиги и против команды, которую курировал Владимир. И ребята замечали, что их там порядок выступления делают таким образом, чтобы команда Владимира выступала там в нужном месте. Ну, такие вещи. И они все это видели, говорят, что вот так. Но у них все получилось, они все равно стали чемпионами. Остальные кураторы, это тоже все редакторы, просто, может, других лиг. К примеру, Джон. Вот Джон, куратор многих команд. Ты знаешь Джона? Да. Ну, вот Джон, он же редактор Тихоокеанской лиги, редактор еще каких-то лиг, наверное, я не знаю. Он курирует многие команды. Ну, и за них на редактурах, да, там что-то решает, договаривается. Это же помогает и в проходе куда-то там в лиге при распределении в Сочи и так далее. Давай так. Если подытожить, если вы молодая команда, подумайте, может быть, ну, такие правила игры. Если вы хотите, да, чего-то добиться, может быть, есть смысл все-таки дружить, когда вам предлагают дружить. Ну, это денег стоит. Больших. Я не знаю, каких, но... А какой это порядок? Слушай, я не знаю, правда. Я не брал никогда ничего. Сейчас, ну, они за эти деньги что делают? Ну, они вам и шутки пишут, и там, редактируют, там, как-то режиссируют и все-все-все. Три в одном. И автор, да, и наставник, и еще защитит где-то, где-то, где-то интересы. Такая штука. А, вот ты говоришь, на Тавриде там выступили никуда. Не, на самом-то деле, мы с Тавриды, ну, там, всех, кто первые места заняли, мы поехали на Кубок Мэра Москвы. Там мы играли против, вот, Чемодана, Юры, Северян. Мы выиграли Кубок Мэра Москвы, тогда малый, и нас отправили на Светлогорск за это. И там уже Александр Васильевич на отсмотре отбрил нас. Кстати, очень странно, он отбрил флеш-рояль имени меня и нас, чемпионы вышки через пару лет буквально. Друг за другом. Да, не знаю, что за... Может быть, так надо, ладно, но любопытно. Просто, блин, приехать в Светлогорск, потратить время, денег, просто, да, и не попасть в эфир. Да. Это... Я, кстати, я приехал потом в этот Светлогорск, спустя там три года, в этот Янтарь-Холл, опять же, снимать Шаляпина, да, шоу Оли. Я ходил по этому Янтарь-Холлу, так вспоминал. Вот здесь карьера в КВН закончилась. И я еще ходил по закулисью у Шаляпина, и там, короче, видимо, со Светлогорска осталась одна, короче, половина этого ширмы КВН. Такая КВН написала. Я такой, о, немножко КВНа, родного тут что-то есть. Скажите, а как вы справляетесь с морщинами на вашем лице? На моем лице? А что, я уже с морщиной, что ли? Нет, я имею в виду, когда морщины на ваше лицо присаживаются, как вы справляетесь? Все равно, есть исключение, и не всегда обязательно быть там, с каким-то там наставником, с какими-то авторами. Все бывает. Флэш-Рояль, вот пример, ну, у них там есть, нет, у них даже, ну, у них есть там руководитель, но он условно просто, да, он же им просто как бы помогает, он даже в творчестве, насколько я знаю, и не лезет. Лезет? Ну, по-моему, ну, по крайней мере, они как-то совещаются, насколько мне известно. Ну, это просто уже, наверное, какое-то дружеское. В целом, если вы крутая команда, вот как Флэш-Рояль, всегда есть шанс стать чемпионами, просто потому, что вы смешные. Я вот после того, как Россия 23 у меня началась, где-то через год или два бросил вести корпоративы навсегда. Я так счастлив. Да? Я же тоже, как ты, вот постоянно все там Новый год полетели с 20-го по 30-е, вообще не вылазил из каких-то корпоративов, все чего-то. А сколько денег платили в Магадане? В Магадане, слушай, ну, на тот момент, это было года 2-3 назад, ну, тысяч 30, наверное, 50 может быть иногда, ну, 60-70, ну, это вот пределы. Стандартные... Ведущий, только ведущий? Да. Ну, там диджей, нет, диджей отдельно 15 получил. Все, тогда... Ну, я говорю, грех жаловаться, это хорошие деньги. Да, да, я вообще никогда не... Просто в моменте я такой, ну, понимаю, что я могу не вести. Я за последние годы провел свадьбу сестры, девчонки со своей команды, ну, бесплатно, соответственно, и провел корпоратив у своей жены, вот, в Новый год. Там... Ну, там все свои были. Да, ну, я принес сам алкоголь, поставил, чтобы у тебя хороший был алкоголь, все контролируется, сам провел все, увез его. Ты на одном из интервью говорил о том, что любишь и смотришь сериал «Универ» и вообще все серии посмотрел. Да. Ну, это правда. Слушай, ну, на самом деле, у меня какая-то... Он меня расслабляет. Типа, это настолько ненапряжный сериал, вот он как бы есть такой, он фоновый. Я вот сейчас, например, засыпаю под интернов. Реально. Ну, типа, я посмотрел все на ютубе, там, где-то, мне уже не хочется какой-то юмор, там, какое-то шоу, там, не знаю, хочется что-то, с чем ты вообще отключишься, просто так вот и будешь смотреть в легкую. Я на премьере прям включаю себе интернов и вот так вот на ноутбуке смотрю на них и под Быково там. Э-э-э, кисигач. Вот так вот. Короче, я к чему это все? Я думал, через это знаешь, что зайти? Хочу рубрику попробовать, чтобы гость, сам о себе, три, ну, каких-то глупых, может быть, факта сам о себе. Я закончил вечернюю школу. С чем я тебя поздравляю, в принципе, хорошо, что это произошло. Так. Ну, туда же можно, я учился на электрика, в техникуме, три года, а всего нужно было четыре, и я не доучился и ушел. Почему? Ну, в институт просто. Я типа эти три года зачитал себе, из-за этого пошел в вечерку, сдал ЕГЭ, и пошел в институт. Я вообще ушел в техникум, чтобы, ну, творчеством заниматься. Я рэп читал. Я рэп читал. Второй факт. Я рэп читал, я рэпер. Я участвовал в рэп-баттлах. С-О-Х. С-О-Х, да. Однажды на выступлении парень, который объявлял миниатюру на редактуре, причем на редактуре, на сцене, забыл слова, из-за этого заплакал и убежал. И мы дальше играли сами. Ну, сами объявляли миниатюру, без него. Я не буду говорить, кто это, то что он. Прости, парень, да, но это смешно. Слушай, а сколько у тебя было проектов, которые ты пробовал, может быть, вот в этом диджитале, которые не взлетели до того, как пошла Россия-23? Слушай, на самом деле я, ну, я делал такую штуку, я кое-что делал, но это было как? Мы с Владимиром однажды решили озвучивать фильмы, но нам было лет по 14-15. Мы взяли фильм Marvel, переозвучили его, ну, переозвучили, не знаю, минут 20, очень смешно нам казалось, очень смешно. Выложили на YouTube, и, может быть, это был бы разрыв, но нас просто заблокировали сразу. фильм Marvel на YouTube, по которым еще охренели. Это сейчас я понимаю, что это полный бред, а мы тогда считали, что все нормально. Да, вот так. Ну, еще однажды я, ну, какие-то, знаешь, я, короче, придумал какой-то там формат, я снял рэп-клип, короче, в стиле записи экрана телефона. И потом, ну, я выложил его в Instagram, в отдельный какой-то там Instagram создал. Он как бы не залетел, ничего такого, но потом я забрал этот рэп-клип, сделал из него музыкалку для школьников в КВНе, в Магаданском, и она разорвала, кстати. А потом, на основании самой идеи, запись телефона, экрана, мы сделали музыкалку, которую мы показывали в премьерке на высший бал, там, в Азии, мы разрывали ей. Прям есть музыкалка, вот кто-нибудь украдет ту идею, все, уже я ее озвучил. Короче, музыкалка такая, мы читаем рэп, и все, все, что происходит, ну, в истории, это запись экрана телефона, и там полностью история жизни телефона, то есть начиналась там условно история, блин, как же там, я текст не помню, ладно. Ну, короче, это крутая идея, и она прям в разрыв была, просто запись экрана телефона, и ты рассказываешь про человека. А там, соответственно, открываются приложения. Приложения, да, как он, там гэги были, типа, он там что-то в переписке познакомился с девушкой, что-то там этот, бамс, такой, типа там, хочешь я там, к тебе приеду, она ему адрес кидает, он вводит это в навигатор, и это, короче, Магадан, там ехать 10 тысяч километров в Яндексе, и он типа, а, не поеду. Ну, то есть, и там все это рэпом, все в рифму, потом у него телефон, там, я украл, как гопник, типа там, каким-то образом, там тоже там камера, типа, о, камера пашет, ништяк, потом моя жизнь начинается в этом телефоне, потом в конце у меня его забирает Стагниенко, и там, ну, короче, жизнь телефона именно, как он там меняет своих хозяев, там еще круток. Класс, отличная идея. Вот, никто ее никогда не украдет теперь, теперь это моя зафиксированная в интернете идея. Так, была переозвучка. Да, вот этот вот рэп-клип я снял с телефоном, все, больше ничего не делал, только Россия-20. У тебя получается первая же идея, пфф. Да, ну, типа, ну, слышишь, я 10 лет в КВН играл, так, это же тоже все. Конечно, это считается. Не считается так просто, что с куста. Потому что многие, я знаю, люди, которые занимаются блогингом каким-то, пытаются пробовать, мне друзья там многие что-то пишут, Слав, там, помоги, подскажи. Они что-то делают, выпускают какое-то одно видео, оно там не разрывает, не залетает. И они такие, а, все, я не хочу. Ну, а на самом деле так не работает. То, что мне там повезло, это, во-первых, мне не повезло, а 10 лет я в КВН играл и 5 лет журналистом был. И, то есть, в шуте первые видео, это же просто журналист. Ну, там нет шуток. Там чисто прикол в том, что человека просто докапывает журналист. Но в моменте, где-то в видосе на третьем, четвертом, я понимаю, что либо я пишу сюда шутки, либо, ну, не будет интересно. Прикинь, было бы 100 видео, как просто Владимир, я хожу за ним, а он просто живет. И я просто комментирую без шуток. Это все, это было бы где-то на четвертом, пятом видео уже никому не интересно. Я очень плотно. По шуткам у тебя очень плотно. Это потому, что потом уже писать начал. У тебя был хронометраж, сначала минутка, прям чувствуется, что это было там для тиктоков, рилс. Потом смотришь три минутки, семь минут, десять минут. Что влияло? Слушай, ну, на самом деле, это получалось случайно. То есть, я никогда не задумывал, типа, так, все, надо снимать длиннее. Нет, это просто я, во-первых, ходы начали появляться, появилась камера, появились какие-то там хромакеи, возможности новые. И я уже их использую по-другому. Вот сейчас у меня, например, вот в последнем видео, которое выйдет послезавтра, у меня там есть кадр, как я еду на машине, везу Владимира. Это снимает с двух камер. И юмор там основан на том, что я включил радио и играет радио, записанное мной заранее. И все там подколы вот такие. То есть, ну, благодаря камерам и технике я смог больше ходов делать и они по хронометражу больше, конечно. А по твоим ощущениям, что лучше заходят? Что зритель-то ждет? Ему хочется подлиннее или достаточно было коротких видео? На самом деле по-разному. То есть, люди, они, кто-то пишет, хочу, опять короткий. Кто-то пишет, о, длинный, круто. Ну, то есть, это не угадаешь никогда. Ты статистику видишь, просмотры? Ничего там не меняется. Абсолютно. У меня вот единственное, там последние новогодние видео плохо зашло, просто потому, что там на какой-то день, на третий, в него влепили 18+, а потому, что там в конце поздравление со звездами и оно с матами. Но оно без матов не смешное. И я такой, типа, я не могу убрать матерящегося бебура. Он очень смешно это делал. Он прям... Всем привет! Поздравляю всех с новым 2024 годом! Желаю счастья, здоровья и, самое главное, успехов во всем! Ребята, нахожусь на Мальдивах и я, и прекрасный весь остров, абсолютно весь остров. Вот вся эта красота. Сылает тебя слав нахуй. Какие мы с тобой друзья, блядь? Одумайся, блядь. Огстись, друзья, блядь. Просто всю ночь мне звонил. Сейчас что-то сними, не сними. Иди, бачко, блядь. Просто невозможно. Так у тебя везде в мат. в видео. Слушай, ну я последнее видео его подтираю. Просто я делаю это так филигранно, что он вроде как бы остается, но его как бы нет. Это слово, в котором нет буквы «Я»? Но это работает. У меня просто был период, что там три видео подряд 18 плюс получили, и я такой, да еб, ну это уже бред, начал вырезать маты. У них просто там политика как-то меняется, я не знаю. Вопросы, которые часто задают. Кто придумал идею? Это мы разобрались, это твоя идея. Кто является автором, кто шутки пишет, может быть, тебе кто-то помогает. Где ты берешь темы? Так, ну кто придумал, я придумал. По шуткам. Всегда писал сам до... Ой, по какой-то Новый год, прошлый Новый год. На прошлый Новый год мне нужно было сделать за месяц три ролика. Я такой, ну типа все, я не справлюсь сто процентов, и я позвал себе на помощь двух ребят из своей команды КВН. Они мне помогают. И сейчас тоже они помогают? Ну вот, да-да-да, они мне помогают, и я даже вот в Лигу городов мы сейчас попали, ну мы там выступили, все-все-все, прошли во второй тур, и вот во второй тур я их сейчас везу с собой, чтобы они помогали. Ну в первом туре я сам все писал, а во втором туре их позвоню сейчас. Темы? Темы, вот честно, просто нет, ну я там сажусь, просто что Владимир мог сделать? Нет никакого места, где я их могу взять. Я просто хожу и думаю, что бы он мог. Но у меня бывает ситуация, что я там возьму какую-то тему, начну ее писать, а потом такой, это что-то фигня. Не хочу. Кто снимает? Ты как-то в интервью говорил, что кто рядом, кто-то снимает. Реально, кто рядом, кто-то снимает. Единственное, что я позвал оператора, уже на период шоу-воли. Потому что мне там в любом случае нужен оператор, и я прям позвал с ГТРК профессионального оператора своего. Антон Панов, он очень будет рад, что я его назвал. Он очень фанатеет, любит инстаграмы всякие, телеграмы снимать. Вот, Антон Панов, потрясающий оператор. Нанимайте его, снимайте свадьбы, корпоративы, все остальное. Он будет доволен. Это мы говорим про гастроллинг. Да. Ну, слушай, на «Россию-23» я его пару раз даже звал, ну, там, подснять что-то, мне помочь. Мне помогал. Монтируешь? Сам всегда. Всегда сам? Всегда. А ведь это отнимает времени, будь здоров. Да. Сколько ролик один съедает, вот, десяти минут? Ну, да может быть, дня четыре. Дня четыре? Дня четыре. Монтаж? Ну, у меня просто монтаж такой, типа, очень тяжелый, там, я не знаю, ну, допустим, я могу, вот, реклама дрома, я выхожу и говорю там, Владимир там на дроме, что там, там телефон появляется, в нем там какая-то графика, вот эти все, я могу вот этот кусочек 30 секунд монтировать, часов пять. Потому что, да, да. Ну, в смысле, там со всем этим, пока я эти, соберу скрины какие-то, пока я их вставлю в премьере, там все подвигаю, чтобы это все графически двигалось, все. Я же всю графику в премьере прям делаю, не в отдельных программах. Вот так. Четыре дня ты можешь монтировать? Сколько ты пишешь? Сколько ты снимаешь? Слушай, ну, тоже от ситуации зависит. Можно написать и, просто, ну, я пишу неделю, может, две серию, какие-то шутки, а потом снимаю я этот день, ну, один день снимаю и монтирую дня 4-5. Но просто, допустим, гастролинг, это другая история. Там мне дают звезду, могут дать ее за... Ну, то есть, послезавтра у тебя там шаляпин. И я лечу пока с Магадана, я в аэропорту пишу сценарий, накидываю, прям вот, полет. И, как бы, по юмору гастролинг зачастую слабее России-23, только потому, что я пишу его один день. Вот, то есть я день в полете пишу и все. Вот. Офигеть! Один, я не думал, что так долго. Это сложно. Это для тех, кто думает, что, да, приколы. А что, по чем по рекламе, какой вообще порядок цен? Я не спрошу, понятно, конкретно, куда не назовешь. Я скажу так, например, я делал совместное видео с блогером, у которого 2 миллиона подписчиков. Орехов? Да. У него реклама стоила одна интеграция, 600, 700. А, нет, за 600 тысяч я ее продавал, а он мне говорил, что так мало вообще. То есть, вот такая вот. Ого. Такой порядок цен. Да. А у меня, не знаю, сколько. Ты же анализировал наверняка. А кто твоя аудитория? Кто тебя смотрит? Мужчины от 20 до 40. Это мы про YouTube сейчас говорим? Да. Ну, самое главное, 70%. Насколько они еще востребованы и насколько бы ты посоветовал это ребятам, которые, может быть, начинают стремиться к этому? К чему? К коллаборациям с другими глоберами. Слушайте, а мне кажется, коллаборации это прям классная штука. Прям это нужно делать всегда, потому что вы как бы обмениваетесь у аудитории. Да, понятно, кому-то там твой контент может не понравиться, кому-то понравится. Тому, если будет человек, которому ты понравишься, он перейдет к тебе и будет и твоим подписчиком. И так же и от тебя, наоборот, к нему. То есть коллаборация это очень круто. И я всегда со всеми коллаборировал, кто мне предлагал. Ты рефлексирующий и думающий. Ну, по тебе видно, ты анализируешь. Вот секрет успеха для того, чтобы делать короткие видео, которые залетят точно. Слушай, на самом деле, ну, понятно, что есть вот эти темы про то, что нужно зацепить зрителя, там, какие-то монтажные вещи. Вот мне тоже я могу в листах зацепиться за кадр просто от того, что у чувака резкие переходы. В целом, смотри, на телевидении длина кадра две секунды. Ну, вот, в журналистике. Три, это уже долгий кадр считается. То есть две секунды. Чтобы удержать внимание зрителей, через каждые две секунды меняется кадр. В современном мире, вот, в этих клиповом мышлении, там длина кадра секунды или полтора. Ну, там, ну, секунды вообще. То есть прям через секунду должна быть новая картинка. Нужно просто цеплять зрителя сменой картинки резкой. Это первый. Либо, опять же, информация, подача и так далее. Ну, то есть, ну, даже нет, когда ты даже, ну, каким-то крючком зацепишь человека, там, не знаю, сейчас я расскажу, как разбогатеть. Например, какой-то фразой, да? Все равно, если ты будешь, вот, смотря в кадр, говорить, сейчас я расскажу, как разбогатеть. На самом деле, нужно зайти, там, на такой-то сайт, и там вы увидите то-то, и там вы получите миллион. Вот, не дослушают, если ты не сменишь кадр. Если не будешь, сейчас я расскажу, как разбогатеть. Бах, ты идешь, там, не знаю, на море. Смотрите, есть сайт, такой-то, такой-то, бах, там, не знаю, хотя бы кадр сменился. И ты говоришь, ну там, там будет миллион. То есть, все, даже интересная информация, если совместить интересную информацию, ну и какой-то крючок информационный, который зацепит человека, и смена кадров быстрая, то это успех. Хорошо, по крайней мере технически. А если мы говорим про творчество? Творчески, ну, слушай, я в этом плане эксперт, только по юмору. Ну, типа, я не знаю. Ну, важно, чтобы было, чтобы от начала шутки до конца было как можно меньше времени, чтобы человек понял, что тут смешно. Ты говорил о том, что занимаясь блогерством, в том числе, может быть, создавая какие-то видео юмористические, надо выделить категории, в которых ты соревнуешься с другими блогерами, и в них начать превосходить. А можем мы на примере вот твоих видео озвучить эти вещи? Типа, нет такого формата. Короче, мой формат, он немножко индивидуальный, и поэтому мне не с кем соревноваться. Но во всех остальных случаях, просто не то, что, я не говорю, что я какой-то гениальный формат придумал, просто так получилось, что он не такой, как у всех. Нельзя его с кем-то сравнить. Ну, то есть, если у тебя интервью, понятно же, с кем соревнуешься? Ну, прям, вот прям, этих людей много. И... Давай на примере интервью. Ну, вот, да, смотри. Чтобы твое интервью на ютубе было популярным, необходимо быть наравне с теми, кто крут. В каких? аспектах. В гостях. Или превосходить их. Или в съемке. Но в съемке, ну, их превосходить, возможно ли? В целом, все одинаково же, да? Может быть, я не знаю, если ты поставишь какие-то суперки на камеры, ты уже будешь технически там превосходить других. Вопросы. То есть, ты можешь позвать одинаковых звезд, таких же, как там звал другой интервьюер, но задать ему такие вопросы, из-за чего твое интервью будут смотреть. так появился в свое время Юрий. Он же задавал просто вопрос. Ну, этих звезд все звали на интервью. В чем разница? Он просто задавал вопросы, которые никто не задавал. Такие. Да, они были немножко тупые, прямолинейные, но этого и хотелось людям. Нет, допустим, ЧБД, можно ли снять ЧБД круче, чем ЧБД? Сделать ЧБД, которое будет популярнее, чем основное. Ну, если заменить комиков, допустим, мы возьмем вместо этих комиков Азамата, Харламова и там, Мартиросяна, а вместо Гостя мы позовем Путина. Это будет намного круче, чем тот ЧБД, который есть. А снимать будем так же. А можем даже хуже снимать. Мы настолько сильно превосходим их по содержанию, что можно даже на телефон снимать, в принципе. Тут еще многое играет роль сколько их. Ну, то есть, если в интервью у тебя соперников очень много, то есть, много людей этим занимаются, поэтому выделиться сложнее. Если ты там заходишь в юмор, но юмора на Ютубе, допустим, не так много, особенно сейчас. Кто там? Мало, разве юмора на Ютубе? Ну, слушай. Хорошего ты имеешь в виду? Хорошего, да, такого нормального, типа там вот. С прописанным юмором или хорошо снятого. Да, такого мало. Когда-то меня попросили, опять же, вот жена на работе там, то, что вела, работает, они организуют мероприятия какие-то, я для молодежи там должен был курсы провести. И я садился так и думал, ну что ж, я не брал там какие-то, я мог бы посмотреть, как стать популярным на Ютубе, чью-то лекцию взять, записать себе и пойти рассказать. Но я просто сел и просто от себя. Вот, что бы я, и вот это все я просто... И оно почувствовалось, я говорю, я такого не слышал, не видел, мне самому понравилось, я ее для себя сел анализировать, ну прям выписал и решил тебе задать вопрос, оставить здесь, потому что наверняка это пригодится, я говорю, кому-то. Это прям очень полезная штука. Взбодрим, и те, кто смотрит, и нас с тобой. Ты можешь отправить в будущее давай максимум три кинофильма. Все. Вот человечество в том виде, в котором оно есть, оно перестанет существовать. Вот там живут какие-то... Они тоже люди, они тоже живут на земле, но понятия не имеют о нашей жизни. Ничего. Мы для них какие-то египтяне. Джей, молчаливый Боб, Зохан и серию Невера, когда Кузя с Машей замутил. Френьки. Группа СОН. Судя по страничке в ВК, она как-то то ли перестала существовать, то ли, в общем, что там произошло? Кстати, нет, ребята занимаются просто по другим названиям. Там парень один, я так понимаю, плотно занимается, потому что его репостят в группа на стену. Расскажи в двух словах. Ты же там сомировал. Слушай, ну я всю жизнь жил на окраине Магадана. Вот, кстати, где Владимир живет, там же, ну прям, с рождения, там же это солнечный микрорайон. Короче, и там я тусовался с пацанами все детство. Ну такой район, прикинь, окраина Магадана, там жестко. Вот, и мы, собственно говоря, будучи там, не знаю, 12, 13, 14-летними детьми слушали многоточие и писали рэп. Взгляд вьется в небо. Да, да. Ну а потом, ну мы дошли до вполне себе такого уровня, там, мы в рэп-баттлах участвовали, всероссийских, там, что-то, да вы джаз победили. А как это происходило? Это вы где-то съезжались, или это дистанционно было как? Нет, слушай, мы жили все в одном районе. В Магадане, я понимаю, да, как можно в всероссийском баттле участвовать? интернет, ты чего? Все по интернету? конечно. Благодаря вот рэпу я, например, научился многими программами пользоваться. У меня студия была у себя дома. Я собрал ее. Ну, в смысле, как я, понятное дело, что у пацана солнечного не может быть денег на студию. Но я, о, почему я пошел в техникум? В техникуме я выступал со своими рэпами. Меня отправляли там на какой-то конкурс в Москву с рэпом про электрика. Реально. Был рэп про электрика и мне техникум за это давал премию в стипендию. Мне 10 тысяч дали, ну, на момент там 2008 года 10 тысяч это вполне себе. И я купил себе микрофон, звуковую карту, ну, там еще где-то какие-то премии. Вот я постоянно выступал, тут весна, там еще что-то. И на эти деньги собрал себе студию дома настоящую. Прям такую, ну, вполне себе. Круто. Да. А почему ты перестал рэпом развиваться? Из-за КВНа? Времень. Просто не хватало, да? Ну, нет, в КВНе я очень много рэпа писал. То есть у нас все музыкалки были рэперские. А что ты так отзываешься Магадан, Окраина, что там? Ну, это там плохой район. Там Владимир живет, как минимум. Черт, назовем это Чертаново, да? Нет, это такой район, знаешь, ну, сейчас-то понятно, сейчас уже другое время, но, когда я был маленьким, мой образ гопника в КВНе взят с пацана, который сидит на самом деле, сейчас реально был такой тип в 12 лет, в 14, ну, лет 14, он разговаривал, как я в КВНе. То есть, он, все стоят пацаны малые по 14 лет и один из них «А, здорово, пацаны, че, как? Че вы? Че вы? Опа, о, малой, че сидишь? Успокойся. Все, этот, слышишь? Вот прикинь, и такие типы, в смысле, ну, вот прям скопировал эту манеру у него, я не знаю, как у него так голос сломался в 14 лет, но он курил беломор, там, все такое, вот. Да. Ладно, это, Ангел Позин, ты меня младше, тебе 30, я просто это помню, ну, в 90-е, да, я помню. Ну, когда не может быть долго, это не младше. Дольше, видимо, идет, чем меньше города, но это прошло, где-то, я не знаю, блин году, тысячи, в восьмом, десятом уже, мемеров и удаленности. Тут, там, в Москве, это раньше, потому что нулевые уже нет. Ну, еще окраина, там, как бы, оно, то есть в городе уже вроде как цивилизация, а мы еще там, а у нас еще стрела какая-то. Насколько я знаю, ты женат? Да. Ты нигде... Нет, я не женат, я называю свою жену женой, на самом деле, мы не женаты, потому что просто мы очень старые и очень много лет вместе, я не могу называть ее не жена. Ну, это уже как-то стрелно сказать девушкой, что за бред, я ее с ней уже сколько лет? А сколько лет? Уже 6-7. А что не женилась? Все, сейчас вот она прилетает, она будет выступать в Крытой Лиге Городов, вот, потом мы едем на, как ее, фестиваль молодежи, она будет моим оператором на шоу Оль, и в Сочи сделаю предложение. Так, до какого нам не надо выходить? Ну, или не сделаю, подожди, короче. Слушай, мне просто интересно, правда, одно. Да нет, на самом деле, ну, нет причины, просто так получилось, что не поженились. Ну, она же наверняка хочет. Ну, да. Ты просто хотел стать ведущим. С Азаматом посоревнуйся сначала. Я просто хотел ведущего Азамата всегда. Мне кажется, мне не хватит денег. Те, кто смотрит это интервью, передайте Азамату, что я мечтал, чтобы он был ведущим у меня на свадьбе. Да. И если Азамат захочет быть ведущим на свадьбе, то я быстрее сделаю предложение. Помогите не мне, девчонка в Магадане сидит, грустит. Азамат Тахирыч. Фраза девчонка в Магадане сидит, грустит. Может, двусмысленно восприниматься. Так. Кстати, а как вы познакомились? На ГТРК? Ну, я... Ой, не, на самом деле, кстати, очень смешная история. Я был в Сочи. Не, в Питере. В Питере в отпуске. И тогда еще не работал журналистом, ничего такого. И там магаданские друзья, мы там как-то все пересекались и встретились в Питере там вот девчонки с Магадана, парни с Магадана. Я там знал только вот своего друга, КВНщика, и с ними там познакомился. Мы тусили всю ночь, тусовались и разошлись по домам. Все, я вернулся в Магадан, прошло года два, я работал на ГТРК уже, и она пришла, она жила в Питере, ну, с Магадана переехала в Питер. И вернулась в Магадан. И пришла работать обратно на студию. Ну, она была журналистом до этого. Пришла на студию и в мой кабинет. И мы не вспомнили друг друга. То есть, вообще. Познакомились, все там, общались, общались, и в моменте я говорю, типа, дай мне свой номер, чтобы мне там по работе что-то, что-то. И я записываю ее, а она у меня записана уже. И она записана, как Настя Сосок. И, короче, я спрашиваю у людей, которые там были, и они такие, да, вы там общались, всю ночь вдвоем сидели. А мы этого оба не помним. И она не помнит. Ну, да. Ну, мы сильно напились-то. Ну, мы там в баре то сили просто, да. Вот, и этот. Так. А почему Сосок, непонятно, это была, типа, это, ну, ну, было и было. Видимо, какая-то шутка у меня была. Я, скорее всего, с ней общался, что-то там прикалывался. Наверное, так. Ну, я тогда еще, что там, еще в централке играл. Мне смешно, что-то. И как вы вышли непосредственно на отношения? Ну, дальше уже все просто. Мы вместе работали там. она мне немножко помогала, там, учила меня, потому что она же поопытнее. Я там работал полгода журналистом, она уже там года три, наверное, не знаю. Ну, и она мне что-то подсказывала, помогала. Ну, и в целом мы сидим в одном кабинете, вот там, стулья рядом. Так заобщались. Ну, там, что, потом я в кино позвал, мы сходили в кино, там, потом сидели на ГТРК, всю ночь смотрели фильмы. Охранник заходил, стучался. Говорит, Вячеслав, у вас там все хорошо? Говорит, да, да, все хорошо. Была ситуация, мы сидели, реально, всю ночь смотрели фильмы на студии. Подходит охранник, стучится в дверь, вот там, часов в пять утра где-то, мы долго сидим. Но у нас ничего там не было на студии, но фишка в том, что я открываю дверь, выхожу, а охранник стоит вот так вот спиной, вот так вот, и рукой прикрывается. Вячеслав, слушайте, а вы когда планируете домой? А мне так стыдно. А я говорю, да, мы ничего, я не голый, все хорошо. А ему реально, он типа думает, что я там какой-то сейчас выйду, вот, ну все нормально, все. Потом охранник уже, это, улыбался, ну. Тебя же часто спрашивают, почему ты не переехал из Магадана в Москву, ты говоришь, что она не хочет переезжать. Да, слушай, ну на самом деле, недавно мы обсуждали, может быть, и она уже хочет, но, да я и сам не хочу. Ну типа у меня там друзья, у меня там, ну все там, машина, я люблю ездить по Магадану, когда я еду по Москве, ну в такси, я смотрю и думаю, как бы я тут водил, не знаю, вообще не знаю. Это в Магадане я просто, мы с Настей можем вечерами там ездить по городу, за город прокатиться. И причем я могу там, не знаю, почти на дорогу не смотреть, типа очень на чиле это все делать, а в Москве это что, невозможно. Здесь, здесь, да. Ну слушай, на самом деле, я замечал такую тему, не знаю, короче, я жил же на Солнечном, ну на окраине города, это сейчас я в город переехал, и ехать оттуда, ну у меня не было машины, я был малой пацан, ехать на автобусе там минут сорок, и эти сорок минут в автобусе на самом деле подарили КВНу столько шуток, ну типа мне же нечего делать, я сижу вот так с телефоном, особенно с репетицией, вот едешь домой, ты вот заряжен на юмор, ты садишься в автобус, все пацаны-то дошли до дома и уже там, не знаю, своими делами занимаются, а я еще сорок минут в автобусе, и я по-прежнему продолжаю писать шутки. Золотая рыбка, три желания, что бы ты загадал? Мир во всем мире, ремонт Владимиру, хотя бы в одной комнате, да, ремонт Владимиру точно, и, блин, давайте что-то такое, да, серьезное, не глобальное, что-то такое прям, я не могу придумать, подожди, я хочу серьезное, потом начинаю в голове приколы разгонять, блин, я хотел бы самую смешную шутку себе, самую смешную шутку в мире, чтобы у меня была самая смешная шутка в мире, это круто, это круто, такая, знаешь, которая ты сказала, просто человек от смеха умирает, прямо его уничтожает, не знаю, и, это что-то, … Продолжение следует...